Собрание депутатов Ненецкого округа инициировало обращение в правительство Российской Федерации о выделении округу финансовой помощи из федерального бюджета в связи с выпадающими доходами в окружной бюджет из-за низких цен на нефть. Как известно, нефтяные налоги являются основным источником пополнения окружной казны. Бюджет же в условиях жизни на Крайнем Севере остается социально ориентированным. Вопрос об обращении в правительство Российской Федерации за финансовой помощью для округа депутаты рассмотрели в ходе очередной октябрьской сессии регионального парламента. У нас 85% расходной части составляют социальные выплаты. Это у нас и заработные платы, это выплаты непосредственно 2,6 миллиардов. Эту помощь оказываем нашим пенсионерам, многодетным семьям, потому что у нас все-таки особенные условия проживания, арктические условия проживания, и мы должны это делать. Это в том числе и выплаты субсидии для юридических и физических лиц в связи с тем, что у нас установлены определенные тарифы. Особенно много занимает это, конечно, по селу, потому что там наиболее высший тариф. Взять по электроэнергии у нас практически 52 рубля за киловатт с учетом НДС. Это очень много, если в городе это всего составляет 6 тысяч. Но мы должны каким-то образом компенсировать людям, это у нас идет компенсация. В том числе компенсация идет сельхозпроизводителям по молоку, по мясу, по хлебу у нас субсидируется, доставка субсидируется для того, чтобы в полном объеме у нас было продовольственное обеспечение сельских населенных пунктов. По всем этим направлениям у округа приняты обязательства на текущий год на общую сумму 5 миллиардов 900 миллионов рублей. Из-за выпадающих доходов, поступающих в окружной бюджет от нефтедобывающих компаний, округ может рассчитывать только на 2 миллиарда 600 миллионов. Стоит отметить, что несмотря на всю оптимизацию, оптимизация практически прошла на миллиард 900. Все, что можно было сократить, все оптимизировано в нашем окружном бюджете. Поэтому мы вынуждены обращаться за помощью, федеральной помощью. Было уже два транша федеральных для помощи субъектам. В ноябре ожидается следующий, третий транш. Без федеральной поддержки выполнить все взятые на себя обязательства окружной бюджет просто не сможет. Мы просим, чтобы подошли первое индивидуально к нашему округу. И второе, все-таки предусмотрели вот эту сумму 3,9. Фактически у нас, еще раз повторяю, нам необходимо 5,9. Но мы еще раз пересмотрим все наши обязательства. И вот эти 3,9 – это сумма, которая на самом деле просто необходима для округа. Наталья Дуркина, Ольга Русс, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север.